Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сейчас я был на аналогичной пресс-конференции, мрифинг в Этартас. Там собрались, достаточно большое количество собралось политологов, специалистов в области избирательного права, избирательных процессов и так далее, и так далее. И все в один голос говорили, как хорошо, как здорово у нас в Санкт-Петербурге прошли выборы. Это раз. А вторая радость была у всех, как хорошо, как здорово, что выбрали, наконец-таки, Владимира Владимировича Путина. Вот это, так скажем, звучало, шло красной нитью всего разговора. И только потом представитель штаба Миронова-Попов Сергей Алексеевич и я, ну, как-то, так скажем, немножко диссонировали. Дело вот в чем. Действительно, внешне, если посмотреть на сегодняшний день, день голосования, сдвиги есть безусловные. Камеры, прозрачные урны, все здорово, все видно. Включаешь компьютер, у тебя там все наглядно и прекрасно. Вместе с тем, атовизмы, пороки вот тех двух десятилетий, они абсолютно пока никуда не ушли. Они немножко сегодня были подзаглушены. Вот те, значит, нарушения, которые в декабре еще, ну, просто буйным цветом везде расцвели и, по большому счету, перестали на них уже все реагировать. И, в общем-то, напрасно. Как только те люди, которые за это отвечают, перестают на эти нарушения реагировать, должное внимание этому оказывать и пресекать, сразу же улица. Потому что люди, народ видят. Раз они не могут, должны подсказать им мы. А что такое вот все эти процессы, которые начались у нас после декабрьских выборов? Это возможный вариант выхода на хаос, на беспорядки, там, на кровь и так далее, и так далее. Чего, наверное, ни один здравомыслящий гражданин России, житель нашего города в том числе, не хотел и не хочет. Поэтому все в один голос всегда говорят о честности и прозрачности выборов. И, тем не менее, они и в этот раз были и не совсем честные, и не совсем прозрачные, при всем при том, что урны таковыми были. И сегодняшний весь день, и вот действительно Лене, и с ее командой огромное спасибо, здесь устроен просто такой вот серьезный поток информации, которые к нам приходят с участков, а мы делимся с вами, и потом это все уже появляется на страницах различных изданий. Это правильно. Основные, основные те виды нарушений, которые были, они остались. Это вбросы в Приморском районе, там один из участков я уже днем называл, и он, по-моему, уже где-то был прописан. Там в буквальном смысле подделан этот бюллетень, вернее, извините, не бюллетень, а густой бланк протокола подписали члены комиссии. И потом взяли на радостях, когда им завладела вот эта вот наша команда наблюдателей, наши, я имею в виду не только коммунистов, а все наблюдатели, вот на радостях они взяли его, порвали, вот, сделали это совершенно напрасно, потому что это серьезная улика, с которой завтра можно было идти, безусловно, в суд, и речь бы шла не только об административном правонарушении, но и, наверное, можно было и об уголовной ответственности говорить. Сейчас, естественно, каждый из членов этой участковой избирательной комиссии скажет, что именно моей подписи там не было, и кто-то за меня ее там нарисовал. Были, как по команде, сначала в 8 часов утра с большим трудом допускались наши люди на избирательные участки для того, чтобы осуществлять в соответствии с законом действия, наблюдать, следить и помогать избирательным комиссиям, вот. С большим трудом это удавалось, но, тем не менее, потом как-то все встало на свои места. В середине дня выборочно стали изгонять членов участковых комиссий с правом решающего голоса, в том числе. Сначала его выводили за скобки, говорили, что он не принимает участие в работе, так как вот у него какие-то нарушения есть, и по поводу этого голосовала вся комиссия, а через полчасика или через час приглашался полицейский, которому говорили вот его, этого самого негодяя, выводи отсюда. И таким образом мы в среднем где-то по каждому тику по 3-4 человека еще теряли. И уже еще одна как бы или как будто бы команда без 15 примерно, в 19.45 в массовом порядке начался гон, в буквальном смысле, стали изгонять наблюдатели, членов комиссии с правом совещательного голоса от всех, причем неугодных присутствующих. Не обязательно, опять повторюсь, это были коммунисты, это были представители и Прохорова, представители и Миронова, и в меньшей степени у меня есть информация об ЛДПР. Вот эти, потом чехарда, которая в течение дня так и не была приведена в нормальное спокойное состояние с временными участками для голосования. Открепительный эталон, огромное количество, такое впечатление, что чуть ли не полгорода у нас сегодня находилось в движении, и никак не могло у себя рядом со своим домом проголосовать. Это, безусловно, тоже повлияло каким-то образом. Временные удостоверения, об этом тоже надо говорить. Были пачки, было достаточно большое количество людей по внешнему виду, таких энергичных, заряженных на результат, которые, в общем-то, ни раз и ни два голосовали по этим временным удостоверениям. Были попытки каких-то, ну так скажем, столкновений, даже уже по примеру, там, Кличко перепутали, наверное, насмотревшись боев этих и без правил, и по правилам, я не знаю по каким. Но это, правда, было локальным, и никто не погиб, ничего там не случилось серьезного. Но вместе с тем до рукоприкладства доходило. У нас сейчас как раз подвозят в наш штаб на Вторую Советскую материалы вот обо всех этих событиях, которые происходили. Ну и завтра с утра мы уже начнем более серьезно и детально, имея какие-то материалы на руках, анализировать то, что произошло. Результаты. Результаты, значит, таковы на сегодняшний день. Вот то, что приходит уже сейчас из избирательных участков, вот, безусловно, везде побеждает путь. Но одна маленькая деталь. Вдруг, где-то, если у Путина меньше 50%, комиссия избирательная участковая приходит в ступор. Начинаются звонки, начинаются какие-то согласования и так далее, и так далее. Естественно, никаких протоколов не выдают. Вот, мы пытаемся как-то вмешиваться, объясняя этим людям. Ну, вот, на этих сейчас семечках прекращайте делать то, что, безусловно, подтолкнет определенную часть наших граждан к завтрашним действиям уже вне стен кабинетов. Это будут призывы туда, куда мы с вами знаем. Палатки ведь закуплены, люди заряжены, скорее всего, уже и проплачены определенные какие-то группы. Вот этого, безусловно, допустить нельзя. Но одно, когда мы говорим и призываем к спокойствию и к пониманию, но другое дело, когда нам те люди, которые занимаются вопросами подсчета голосов, дают все основания сомневаться в их честности и выполнении российских законов. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Яковлевичу. Нева-24. Первый вопрос, он касается того, что о каком количестве участников процесса может идти речь? Сколько человек выгнали с избирательных участков, по вашему мнению? Это первый вопрос. Пока сейчас общих цифр нет, я могу привести несколько таких примеров. Значит, 622 участок. Изгнан наш человек. Красногвардейский район. 702 УИК отстранили члена комиссии. 698 отстранен. 735 УИК также отстранен. То есть вот на территории одного ТИКа, даже, так скажем, на бывшей одной территории, если мы о ЗАГСовских выборах говорим, как минимум 3 человека, это вот в течение дня мы потеряли. И сейчас, когда я говорил, без 15, без 10, 8 вечера тоже пошли удаления. Значит, еще у нас интересная ситуация была на 13.15. Это Приморский, Петроградский, извините, где нашим наблюдателем и наблюдатель, да, был зафиксирован вброс. Полицейский задержал этого мужчину и, в общем-то, все это было зафиксировано, но затем его отпустил. Вот. И на 13.19 тоже был зафиксирован вброс наблюдателями, но задержать нарушителей не удалось, он просто убежал оттуда. Второй вопрос по поводу тех участков, где было менее 50% на голосование за Владимира Владимировича. Это вы о каких участках говорите, Андрей? Да, ну вот просто было сказано о том, что вот на тех участках, где менее 50%, там возникли какие-то волнения. Что это было? Как это выглядит? Сейчас, Андрей, мы не можем, мы не можем говорить, что это именно поэтому. Я как версию предполагаю, потому что, потому что по данным, которые к нам приходят сейчас с УИКов, вот как будто бы совпадение, как только не превышает уровня 50% вот этого барьера, так начинаются какие-то действия. Со споншки какие-то, да, какие-то вот обсуждения. То есть процесс выхода на итоговый протокол явно замедляется. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Вопросов пока нет. Владимир Владимирович, большое вам спасибо за то, что вы были сегодня с нами столь активно, ваш штаб спросил у зеленой лампы. А всех журналистов большое спасибо. И вам огромное спасибо. Спасибо всем. Всем успехов. Спасибо всем, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok